Шоу Влады... Ой. Что ж, друзья, еще раз всем огромный привет, доброго времени, суток или доброй ночи. Юрия Терещенко, почему-то я тебя не слышу и не слышу. Ну, в общем-то, карта... Алло. Вот, карта оверпасс, друзья, и здесь, конечно же, все ложится, опять же, на руки грозных шведов. Не будем забывать, что буквально недавно в рамках Эпицентра Москва у ребят из НИП показали себя в группе хорошо, но ввиду правил группового этапа не прошли им, опять же, в плей-офф. И на Е-лиге надо из группы точно выходить. Опять же, один из главных турниров для этих ребят. Честно скажу, ставил на французов, об этом уже вам рассказывали наши аналитики, но у меня есть здесь свои мысли по поводу французской команды. Ты сказал, ты залил 100 баксов на НИПов. Не, на французов 100, на французов 100, а вы с Лениным поставили на НИП оба. Ой-ой-ой, посмотри, что творится в пистолеточке. Плохо дело у французов, Шокс-1 против двоих, Зист и Гитрайт, парочка очень даже опытных ребят. Когда Шокс-1 против двоих, это еще не все плохо. Это да, это, кстати, очень даже опасно. И что придумает Шаксиум? Отличное позиционирование от шведов. Ну, знаешь, уже вот все-таки швед, все-таки швед, ну, как-то вот задобрил мою ставочку, действительно говорит, что они постараются попотеть за деньги дяди Юры, ведь он и так слил 10 баксов на команде Эхо Фокс. Ну, целых 10 долларов, боже мой, Юрий, ты переживешь как-то этот момент, я уверен. Ну, опять же, почему, ну, зададутся, наверное, многие вопросом, почему же все-таки вот в рамках ЕГБ-шоу я выбрал французов, а я вам не скажу. Я вам просто не скажу, потому что не буду раскрывать свои источники. Но, тем не менее, тем не менее, я считаю, что они здесь действительно могут сыграть очень качественно. Ну, плюсом является, конечно же, карта Оверпасс, небольшая, наверное, обида за, опять-таки, проигранную Стар-серию в свое время. Не будем забывать, что там в финале НИПы вообще Г-2 шансов не дали, просто 2-0 закопали на двух картах. Оверпасс там, кстати, тоже присутствовал. Ну, игра была очень близкая касательно таймингов, не касательно счета, по той лишь причине, что вот все сводилось к тому, что просто Г-2 они начинали стрелять по своим соперникам. Кстати, вот из того, что заметил, и также наш пристальный зритель обратил на это внимание, стоит отметить, что Гитрайт, ну, действительно, в последнее время набрал как форму, так и массу. Ну, такое тоже, возможно, опять же... Знаешь, начали откармливать Гитрайта. Мы киберспортсмены, народ простой, хорошего киберспортсмена должно быть много здесь. Наверное, по принципу Снекса действует. Вот действительно, у Снекса все получается, и Гитрайт, ну, рано или поздно будет весить тоже. Килограмм так 150. Так, Смидси, как всегда, попал, но не убил. Такое часто бывает в последнее время у французского снайпера. Так, Гитрайт сыграл опасно, и вот здесь нужно было браться в стрельбе ребятам из Г-2, но, к сожалению, доигрывают они этот раунд просто как загнанный в угол мыши. Ну, самое загнанное это был тот самый Боди, который пытался сделать максимум для своей команды, тем не менее, но этого сделать не удалось. Кстати, вот это ведь финалы старсерии СЛА Лиг Сезон 2. Те, что были в городе Киев, дворец Украина. 16-7, победа NIP на карте кэш и 22-18. На оверпассе. Победа все тех же NIP на оверпассе. Именно поэтому здесь я ставил на французскую команду, потому что оверпасс это очень близкая карта. И все решаться будет не в первой половине, даже не в середине второй, а в самый, что ни на есть, пикантный момент. Это последние раунды 28-29. Возможно, мы увидим овертаймы, потому что эти две команды любят друг у друга играть на нервах, что, наверное, самое главное. Но для нас это с вами определенно будет зрелище, которым стоит полюбоваться. Итак, NIP планирует свою атаку вновь через длину. Один игрок остается в коннекторе, контролируя проходы с болота и на болото. И один человек отыгрывал монстра под B. Правда, вот уже начинается перетяжка. Опять же, медленно будут наступать на бронительные позиции. Торопиться сейчас, не пам, смысла никакого нет. Ну, опять-таки же, все девайсы четко понимают, что у соперника 100% экономический раунд. С большой вероятностью там будут USP Tactical. Ну и только у скрима есть дигл. Удастся ли как-то, ну, огорчить NIP в этом раунде французам? Пока что непонятно. Но укрепления на пуенте довольно-таки солидны. Ну, как видим, раскидка гранат. И пока что только Шокс поработал по шведам. А вот выпад от Смитца и минуса сделать не удается. Как всегда. Кстати, посмотри, что по здоровью там все очень даже опасно. 14-11 это Форест и Майкель. Кзис 40 хп. Ну, пределы внимательности. Кзис сохраняет хороший хэдшот. Вот, знаешь, тут реально уже можно было кричать. Шокс, о боже, сейчас вот-вот что-то произойдет. Но успокоили. Опять же, шведский стиль игры против французов всегда вот в нем, знаешь, преобладает такая стабильность. Даже в самом замесе, когда вроде бы происходит хаос при выходе или удержании точки, у шведов не опускаются руки. И вот эта вот хладнокровность, она их страхует. Здесь, кстати, именно так Зист и сыграл. Хладнокровно, знал, навелся, убил. 3-0 первая оружейка. Да, в итоге за два экономических раунда французы выбили аж 4 девайса из рук шведской дружины. Ну и тем самым, ну, хотя бы немного подбили шведскую экономику. А в первооружейном пока что без снайперских винтовок отыгрывают обе команды. Почему-то игнорируют этот девайс. Но если с французами все ясно-понятно, они закупались после проигранного пистолетного, и на АВП денег просто-напросто не хватает, то Ниппы, ну, действительно видят свою атаку без АВП. Ну, пока хотят, видимо, все-таки играть кучкой и до контакта. У них это, в принципе, уже получалось. Вот пикантный момент с подвала скримы. Не хватило стрельбы. Посмотри, там еще и красный смит, правда, Фрайберг тоже покраснел. Ну, тут, по-моему, прострелом сейчас мог догнать Гидрайт, но забрал все-таки Кзист, там плент занят. Там вообще просто моментальная атака на плент. Пока они веселились на центре, длина прошла вообще незамеченной просто в точку. Что за беспредел? Кстати, вот заметь, пока что идеальное чтение действий своего соперника в исполнении команды НИП, а вот Г-2, ну, этим похвастаться пока что не могут. У нас тут Петрик заблудился, друзья, тем временем. Потерялось. Потерялось просто. Ты потерялась, что ли? Итак, Г-2, Шокс сейвит девайс, и вот он, фраг года просто для Шокса. К сожалению, конечно, знаешь, команде Г-2 фрагов достанется на сейвах много, но вот нам бы не сейвы смотреть, а приемы. Опять же, после Киева они должны были уже как-то команде НИП морально быть более стабильными. 4-0. 4-0, денег снова нету, инициатива у шведов. Кстати, девайс удалось засейвить только Боди. Шокс погибает на последних секундах от рук Майки Леле. Ну и да, действительно, ситуация, в которой оказались французы, пока что очень-очень неприятная. Майки Леле, Майки Леле. Человек, которого взяли один раз в НИП, но он очень много ныл во время игры, потом его выгнали из команды НИПа, потом его взяли обратно, потому что он самосовершенствовался все это время. Вот интервью Гидрай-то читал. Ну, а пока что, друзья, мультипликационный ролик, выход на Б-Плэнд. Здесь первый в атаке. Ну, изи катка для Кзистухи. Вообще без проблем заходит на Б-Плэнд. И, по идее, все подходы здесь уже заняты. Боди, правда, еще не сдается. Закидали. Есть у него шансы сыграть. Оптимально. Оптимально стоит. Очень четко сейчас должен был попадать право в Фрайбергу. И какая боль не хватило буквально одной пули. Мы бы не говорили о выбивании, но о уверенном размене бы можно было. Ну, заметьте, если бы забирал Адама, Боди продолжал бы нагнетать ситуацию под базой Б. И действительно, французы могли рассчитывать как минимум на максимальный размен. Там даже, знаешь, остался бы, может быть, один человек. Слушай, ну, Гидрай-то, конечно, усы просто вообще такие фантастические. Я не знаю, почему. А если на него одеть шляпу, он как этот, знаешь, детектив из сериала. Нет, ему не надо шляпу одевать. Ему надо вот здесь выбрить немножко, и это будет вылитый Адольф. Короче, кто смотрел сериал «Жизнь на Марсе», там вот все мужики были такие. Подожди, Адольф до Марса не добрался. Да я тебе не про Адольф, я тебе про сериал «Жизнь на Марсе». Так вот, друзья, суть в том, что... Марсианина Адольфа. Очень был бы похож на одного детектива-сыщика. Ну, на самом-то деле, Гидрайт еще тот сыщик, но в Counter-Strike. Кстати, еще та ищейка действительно выполняет роль люркера, и вот, знаешь, действительно такое ощущение, что профильные усы у Гидрайт. Итак, Шокс, первый минус. Со второго закупочного раунда удается все-таки открыть французам счет в свою пользу, и сейчас будет разыгрываться длина. И вот здесь стратегия команды не была полностью прочитана. Теперь Г2 понимает, что из-за длины они отдали целых три лишних раунда. Но перестрелка впереди, и самый ответственный момент, нужна помощь от Смитца, остается красный. Ай-яй-яй, больно Смитцу. Кладет смог, кладет молотов, прячется, пытается убежать. Опасный смог также от его соперника. Ну и, в общем-то, NIP в меньшинстве не торопится, понимая, что еще в запасе очень много времени. Попробует сыграть осторожно, подобравшийся опять же тот самый люркер-сыщик Гидрайт. Изменил немного ситуацию в раунде, но попил на пройти не удалось. 3 в 2, меньшинство для NIP, как приговор на окончание раунда. Пора бы уже проснуться французам. Действительно, этот раунд надо забирать, потому что в защите на оверпассе, в случае поражения в этом, будет ой, как непросто. Итак, Форест Экзист, парочка, которая пытается отработать до конца, но против мощнейших выстрелов в РПК поделать шведы ничего так и не смогли. 5-1, Г2. Размочили счет на карте оверпасс. Ну, наконец-то, что-то получается у французов. Ну, или почти получается. Сопыч, соточка горит. Соточка горит. Да нет, у меня не горит на самом-то деле. У тебя не горит, а соточка горит. Соточка пускай горит, ради бога, мне ее не жалко. Так, что там пишут? Усы Гидрайта, самые красивые и сексуальные усы на Елиге. На Елиге. Переводчик. Да нет, у Люрписа пожестче было. Ну, кстати, да, вот могут поконкурировать, ребят. Итак, продолжается матч и команда NIP по-прежнему, не меняя, опять же, изначальной стратегии, запускает Гидрайта в ЗИК и пытается играть, отталкиваясь от его информации. Ну, опять же, друзья, позиция на болоте, она всегда позволяет контролировать любые перетяжки от соперника. Если это быстрые перетяжки, то есть, если оппонент топает, и Гидрайта сюда не просто так отправили, он будет выслушивать Б-плэнд. Но пока, пока французы не палились. Они стараются сохранить интригу в своих позициях до последнего. Это, возможно, спасет этот раунд, но мы об этом узнаем чуть позже. Так, сменяется вектор, Фрайберг проверил коннектор, но, опять-таки, выход теперь планируется под Б. Отказались от инициативы действовать по длине. И вот здесь у Г-2 могут сдать нервы, опять же, по таймингу. Они слишком долго находятся в одинаковых позициях, они не знают о зигзаге практически ничего. Ну, да, нет никакой агрессии в исполнении французов, и это может сыграть злую шутку. Итак, четкий выпад под флэшку, РПК удается сделать минус. Боже, что творит РПК? Квадрокилл? Нет, не квадро? Это не квадро, это всего лишь трипл. Тем не менее, он спас здесь, по-моему, ситуацию очень даже неплохо. В живых только гидрайт, это без шансов при выживании от Г-2. И РПК на ваших экранах. Так, вот знаешь, стоило мне сказать, что соточка горит. Соточка? Там у кого-то сейчас полтиннички гореть будут. Там не только полтиннички. Ну, в любом случае, мы болеем за красивый Counter-Strike, за зрелищный КС. Не хотим такой катки, как на картинюк. Это было действительно... Я-то ожидал, на самом деле, от Эхофок, что вот, ребята, там, пособирали состав. У них было времени месяца 2D и лиги, и они об этом знали. Все прекрасно понимали и осознавали. Подготовятся, разберутся. Ну, покажут, реально, покажут как минимум игру второй американской команды. А на деле они Лев Толстой. Ну, да, есть такое. Что у NIP? У NIP постепенно заканчивается экономика. 3 АК 47-х, 2 АК 9-х. По раскидке вроде бы все нормально. И на этот раунд гранат должно хватить шведам, чтобы, ну, как-то качественно вскрыть оборону команды GamerStu. Сгореть в своем молоте. Кстати, вот знаешь, осталась вторая привычка GamerStu. Ведь ушли от этого названия. Да, это G2 Esports, это G2 Esports, друзья. Мы извиняемся. Это на самом деле команда называется G2. Это был у них ребрендинг. Поэтому приносим дикие извинения. Ну, или не дикие. Просто извинения. Просто дикие. А тем временем выход в Аплэнд. И скрим уже чувствует, что где-то здесь находится тройка злобных шведов. Как прикрывает гидрайт. Ищейк работает. Подожди, подожди. Боди будет заходить со спины. И это не стандартная позиция. С учетом того, что авик есть на... Он выиграет время. И Боди должен уже действовать как можно быстрее. Почему он не бежит в спину, я не понимаю. Почему он там крадется на шифте. Отдает всю инициативу. Проход в плент. Идеальный прием от Рпикея. Но все равно бомба будет установлена. И вот Боди появляется вроде бы в нужный момент. Но слишком просто. Что творит Элисун? Великолепные усы в исполнении гидрайта. Ну, творят чудеса в этом раунде. Третий минус от Гетрича. И ситуация 2 в 2. Ну, Боди. Боди в этом раунде слажал на уровне. Ошибка. Ошибка в позиции от Рпикея. И блестящий эйс от Кристофера Элисунда. Друзья, вот так вот НИП хотят выбраться. Финал Венеров. Вот знаешь, по-моему, вот... Покерфейс и шевеляться только усы. Они в восторге от действия гидрайта. Они просто... Сейчас вся Швеция в восторге от действия гидрайта. Все шведки просто мечтают сейчас сварить супца гидрайту. Ты видел, как грустил Смитц? Смитц вообще грустный парень. Он говорит, блин, ну у меня не такие крутые усы, как у гидрайта. И я не делаю такие крутые минусы, как делает Элисун. Знаешь, по-моему, по-моему, вот как бы у ребят из Швеции со стилем все в порядке. И я никогда не ожидал увидеть у гидрайта такие усы. Ладно, люрпис, это одна история. Ладно, кто там еще был с усами? Самые известные с усами. Ну, Адольф. Нет. Самые известные усатые усачки. Из игроков, из игроков в Counter-Strike. А, ты про это. Самый был... Был. Да, сплыл. В общем, ладно. Остановимся на этой минутке офф-топа и вернемся в игру, друзья. Ниндзи в пижамах, атака бэплент, выход с монстра, ловит блайн всей команды. И, несмотря на это, начинают палиться, топать. И Боди как бы должен быть готов встречать эту атаку. Но в руках у него далеко не то, с чем стоит обороняться. Такое ощущение, что он в руках с лопатой принимал, когда увидел двоих выходящих. 5 в 3. Действительно, мощный выход от NIP на базу B. RPK и Боди не смогли сделать даже минуса. Да и, если говорить действительно серьезно, укрепление у француза в этом раунде было как раз-таки на базу A. Прогадали G2 и с большой вероятностью постараются сохранить оставшиеся девайсы. Смитс и Скрим должны бежать, руки в ноги и действительно, ну, пытаться скрыться. Где-то в тумане, правда, щейка команды NIP уже в поисках этих фрагов. Вот знаешь, чувствует гитрайт, где находится его соперник. Сумеет ли сделать минус? Нет, Смитсен не переиграл. Ну, в такой ситуации что-то сделать ему было сложно. Ну, и французы здесь уже на пределе. Конечно, не считают они комбинаторику действия от шведской команды. Это даже досадно выглядит, опять же, со стороны. Но что происходит сейчас внутри у G2, нам пока с вами, к сожалению, неизвестно. Ну, можно лишь предположить то, что они чуть-чуть потерялись. Боже, гитрайт просто великолепен с этими усами. Итак, вернемся в игру. Сегодня скидываю гитрайт у мувик. Говорю, чувак, пошарь, пожалуйста, ну, будь другом. Он знаешь, что мне пишут? Мувик, не в 60 фпс не буду. Дайте 60 фпс. Дайте 60 фпс. Я просто в шоке был. Друзья, замечательная работа на КССЛТВН, английском YouTube-канале от Антона Лунева. Вы можете зайти и познакомиться с этим мувиком. Ну, по-моему, это стоящая работа, которой стоит поставить лайк. Опять же, на русскоязычный канал не залили. Я не знаю, по какой причине. Тут я не знаю, я кайфанул. Вот в очередной раз работа Антона, ну, знаешь, вот смотришь и вот готов смотреть вот с самого начала до самого конца. Вот не было даже момента, когда я хотел бы его куда-то выключить, поменять или что-то такое. RPK. RPK сыграл в размен в ответственном раунде. И команда Г2 перетягивается сейчас на точку. Знаешь, вот очень рано, очень рано. Подожди смотри. Мы забыли самого усатого, родного, Карася. Карася? Ну, Карася у вас же тоже усики, еще те. Кирюха. Давай не будем про Кирюху, потому что у Кирюхи завтра сложный день. Ну, на самом деле... И очень противные соперники, если честно. Да. Реально противные по стилю игры, поэтому и пожелаем удачи. Мощные турки. Ну, они по стилю игры очень... Ну, на самом деле, Ангел должен таких обыгрывать вообще на изичах. Сегодня же с героик вообще справились на уровне. Итак, выход на Аплэнд. Снова Г2 не готовы встречать. Вот ловят на перетяжках, не считая даже эти перетяжки. Просто выходят на Абум. Везение, не думаю, но... Это вот та самая игра на скилее. Ну, да. Вот шведы четко понимают, как действует их соперник в защите. Про Досю забыли. Друзья, ну Доси титул самого сексуального игрока в Counter-Strike, по-моему, по версии Сизда, если я не ошибаюсь. То есть Костин закатировал Столярова и вместе они кто? Надо, знаешь, надо реально провести такой конкурс, я уверен, что... Они про геймеры. Про геймеры. Итак, не знаю, отчаянная попытка команды от команды Г2 сейчас была попытаться засыпиться за фраг. Вот теперь она супер отчаянная оказалась, потому что сдохли просто все. Что ж, 8-2 сухая, можно сказать, оформляется командой НИП, за исключением двух раундов, которые Г2 взяли только за счет индивидуального мастерства некоторых отдельных игроков. Опять же, командного приема мы до сих пор так и не увидели. НИП действительно очень здорово и непредсказуемо действует против позиции обороны. Не знаю, как во второй половине будут себя чувствовать французы, но по итогу первой Ихмар... Опа! У Крис-Же научился, походу. Опа-опа! Ну, скорее всего, будет перегровка этого раунда. Так что, друзья, берем паузу. Вот как раз-таки есть та самая минутка, в которую вы можете вложиться и сбегать за вкуснейшим чайком, кофейком. Потому что вам предстоит действительно очень насыщенная ночь Контер-Страйка. И лига на этом матче не заканчивается. А что залив был? Я тебе говорю, не у Крис-Же научились, а техническая проблема. Да сгорел стул, снизу горит, посмотри. Знаешь, на самом деле, вот я сразу вспоминаю польскую команду. У них, когда игра не идет, у них сразу ломается компьютер, отходят наушники, виснет Тиму Спик, у таза болит нога, болит рука, болит глаз, нужна пауза, пора в туалет, еще что-то. И вот здесь, по-моему, РПК просто... Слушай, чувак, тебе помочь? Не, он говорит, смотри, у тебя снизу горит. Да нет, все нормально, да все нормально, стул, как он там называется? Макс на чего? Стул, наверное, антипригарный. У скрима точно, посмотрите на его выражение лица, он смотрит на зрителей, как на зрителей. Ну и чувак всей лиги, конечно. Вот я не понимаю, это админ или охранник? Или админ и охранник? В одном лице. Да, потому что у нас есть бухгалтеры-визажисты, там, наверное, есть админ-охранник. Так, ну вот что-то говорят, РПК, ты, говорит, в виде РПК ему такой говорит, я сейчас как встану и тебе введу. Ладно, все, не трогай, давай сам разбирайся, решай вопрос. И менеджер такой французской команды, а я вообще не придел. Все, я удаляюсь. А я вообще не придел, все, давай, РПК захотел, все, нет. Итак, позитивное и невероятно мотивированное лицо Ричарда Попилона, оно как бы нам сейчас намекает, что я злой, я собрался. Опять же, оптимистично настроенный Кристофер Эллисунд, вот он во всей красе. Ой-ой-ой, какие комбо, губки и усики. Просто уточкой. Уточкой и усики. Вот уточкой и усики. Это имба комбо. И ты говоришь не Адольф. Вот это просто, друзья, в 2008 году стал первым в Монреале. Intel Extreme Masters 3 тоже забрал. Code 5 в 2009 первое место, это, по-моему, в составе SK Gaming еще с Робаном. Там, кстати, как раз тогда, вот именно тот турнир Code 5 2009 года, это был старт большой карьеры, на мой взгляд. Вот капитана Карасева, Егора Маркелова, Джонта, они, кстати, первые, по-моему, на том турнире, кто сыграл вообще с Маус Спорт со счетом 15-15 еще в группе. И все прям были в шоке, как так. Как так, а почему в России такой команды нету? Вопрос был тогда только один. Итак, вернемся в игру, друзья. 8-2, 6 раундов разницы. Ниндзи в пижамах настолько впереди, что просто останавливаться уже не имеет смысла. И Форест пошел на респ. Чет забрал, побежал к своим тиммейтам. Короче, фулл контроль от НИП. Пора менять стиль игры. И Г2 пытаются прессинговать. Ой-ой-ой, как четко. Кзистану Шеват, Смит, Скрим по минусу. НИП проблемы. Видно, что тайм-аут пошел на пользу. Команде Геймерс 2. Вот такая, вы знаете, вынужденная... Да, вынужденная пауза. Ведь это был какой-то лифт от РПК. Тем не менее, французы за момент устранения этой проблемы действительно смогли обсудить, что же пошло не так в защите на карте оверпасс. Пока жив Гидрайт, еще ничего не закончено. Пока они живы вместе с Фрайбергом. Ага, тут подсадочкой решили подойти к решению вопроса. Ну, знаем мы, что шведы любят длину. И как раз-таки в этой ситуации тот самый момент, когда Зодда как повезло! Повезло? Подожди, живой еще... Не, повезло в смысле Скрима. То, что второй игрок открывался одновременно на той же позиции и смог забрать двоих. Ну и за счет, смотри, прессинга и такой вот небольшой активности с длины на отсутствие на центре карты. Все-таки раунд берется. Да, французы сделали вывод, что если играть пассивно против команды NIP, то вряд ли здесь что-то получится. Первая же агрессия приносит максимальные плоды. Аркада длины, которые NIP были абсолютно не готовы, позволяет сделать команде геймерству два минуса. И дальше, опять-таки же, в непредсказуемых позициях французы дорабатывают какой-то по счету один из террантов и забирают третий. Полностью согласен. Как аркада длины, так все. Как аркада. Как аркада? Как аркада длины, друзья. Все в порядке. Итак, NIP, прорыв. Как аркада, так и взятый раунд, да? Смотри, как аркада на длину пошли. Не, уже больше не пошли. Нипы отправляют. Не, Нипы пошли. Нипы пошли на длину, при том, что очень быстро заняли. Сразу понимая, что если там агрессия, мы их быстренько перестреляем. Но они тут-то было ловушка готовиться. Правда, в меньшинстве это ловушкой не назвать. И Г2 сейчас в очень опасной ситуации. Удается Скриму занять комфортную позицию. Ай-яй-яй, Смитс. И Скриму нужно тянуть время. Ну, понимает Гидрайт также здесь, что здесь есть еще один игрок защиты. Дым продлевается. Так, а посмотри, что там происходит. Там Боди и РПК куда-то поджали уже. Поджим со спины. Играет Скрим. Первый есть, второй есть длины. А третьим о туалетах известно. Скриму будет дожидаться. Но это Гидрайт и его стрельба может сейчас под скиллом. Что творит Скрим? Три невероятных минуса. РПК и Боди, которые заходили в спину уже. Но ищейка просто великолепна. Усси скилл. И он ловит РПК. А тем временем Майкель уже на базе боя устанавливает бомбу. И Боди абсолютно не понимает, что происходит. Что творят шведы. Боди выбивает А. И вот знаешь, вот в этот момент я просто себя представляю на месте Скрима. Говорит, ребята. Ты посмотри на лицо Боди. What the fuck? И лицо Скрима нам видеть. Говорит, я развалил на пуенте троих без шансов. А ну, что сделали вы? А вы ничего не сделали, потому что запирали дуэтом со спины. А это на самом деле очень плохо. Так, первого закрывает. Ну, со вторым уже вопрос решен, по идее. Тут все-таки... Ай-яй-яй, опасно Гидрайт? Почти, почти. Почти Гидрайт, конечно, будет тянуть время. Боди без дефьюза. Надо уходить. Но Кристофер Эллисон не отпускает в этой ситуации. Боди расстраивается. Но на самом-то деле французы сами виноваты в таком счете. Слишком мало игры от скилла показывают парни. Оставаясь 2-3, либо 3-2. Абсолютно не понимая, что будут делать за атаку Нипова. Ой, сопыч. Вот шведы выводы точно делали. Так, что там... Что там? Короче, максимальный сексуальный уровень. А, ну это я понял, да. Усы Гидрайта покоряют мир. Слушай, ну надо перед турнирами отращивать просто. Знаешь... Нет. Усы отрастил. Французов похоронил. Тут без шансов. Эх, если б в усах дело было, уважаемый Юрий. Я думаю, дело не в усах, а дело в их красоте. Потому что не у всех они красивые. Не каждый может гордиться такими сногсшибательными усами. Что французы проигрывают. Что самое интересное, что вот в моменты, когда Гидрайта показывают крупным планом, он действительно гордится своими усами. Кстати, ни разу же не показали Смитса крупным планом. А там нечем гордиться. Только Гидрайта крупным планом показывают. Там нечем гордиться. Но Гидрайт продолжает разваливать кабины команды Г2. Знаете, у нас в перспективе матч, который в первой половине будет напоминать первую встречу группы Б, а именно Виртуз Проеха Фокс. Там все закончилось быстро. Кстати, посмотрите, какая камера здесь на скриме. Я вижу его замечательную прическу. Да, я вижу воп. Я вижу бровь. Ну и, в общем-то, давай сейвиться, друзья. Продакшн Елиги просто перхоть. Вот это. Я увидел перхоть. А как он так сел? Это реклама Head & Shoulders, на самом деле. А как он так сел вообще? А это что тогда реклама? Джилет? Джилет и Спортс? Кстати, предлагаю, друзья... Г2, Г2, Джилет и Спортс. Почему нет? Что ты предлагаешь? Куда-то на обложку. Times. Женского журнала. Женский драйта. Я тебе говорю, это будет просто прорыв. Ты знаешь, там журнал Максим. Или там... Какие там есть женские? Я не в курсе просто женских журналов, но можно было бы на это посмотреть. Итак, уважаемые зрители, дамы и господа, те, кто не спит, и те, кто с нами в столь поздний час, и те, кто будут с нами до утра, до последнего матча сегодняшнего дня Елиги. Ну, у нас ночь Елиги, не день. Это день в Америке. Я вас всех еще раз категорически приветствую. Спасибо, что вы с нами. Мы будем сжечь до утра, и пока команда Найпи реально вот на карте оверпасс. На головы две выше. Хороший тайминг для боди! Нужно включение РПК, и только РПК мог спасти. Опять ситуацию снова, и Найпи выходит туда, где два игрока у защиты. Абсолютно жесткое чтение позиции оппонента. Либо это суперудача, но у французов явно что-то не так с координированием, потому что все раунды, которые НИП забирали, они забирали, опять же, в большинстве, выходя на точку против одного или двух игроков. Вот если касаться Аплента, там все чуть по-другому было, но здесь реально феноменальный заход. Уже, по-моему, третий раунд. Вот такой мы видим на базе Б. Так, Г2, Смит, что ж, выход на выбивание из-под девяти, его встречает Гидрайт Форест, закрывает в этом раунде последним флагом по Шаксу. Это очко, и, по идее, НИП сейчас в суперкомфортной... Это очко, которое они взяли. По идее, сейчас НИП в суперкомфортной по счету форме. Все, что нужно, это не потерять нить к игре. Шокс, его замечательная бейсболка-помогалка. Ну, что-то пока не очень помогает. Действительно, первая половина пока что идет под полным контролем НИП. И доминация. Здесь просто тотальное превосходство шведов над французами. Итак, последний раунд первой половины. 12-3 или 11-4. А уж дальше в атаке французы постараются, ну, показать такой же содержательный кэсик, ну, только за сторону террористов. Отмечу, что одна пауза только была за сторону защиты у Г2, и то это была техническая пауза. Кстати, да. Как бы две паузы, по идее, остается еще в запасе, но пользоваться... Ну, либо сейчас, но уже поздно. Ну, если знаешь, по счету риск в том, что если они не берут пистолеты, то велика вероятность того, что игра закончится очень быстро. Шведов, кстати, в Америке, как обычно, прет. Тоже не могу понять, почему НИП не могут отыграть. Где-то на голову вышел. Ой-ой-ой-ой. Ну, если Адам Фрайберг попадает в такие штуки, то, по-моему, в матче все ясно понятно. Ну, это просто колбаски надыхает. Здесь реально... Тут кукли сидит и завидует сейчас тому, что происходит. Ну, подожди, Скрим еще не сказал своего последнего слова или все же сказал? Вот здесь, по-моему, Форест затыкает рот Скриму и говорит, что... Так, погоди, остался самый уставший игрок команды Г2. Он всегда... Вот когда ты сказал ус, я подумал, самый усатый, но почему-то... Уставший, уставший. Уставший. Так. Уставшие усы команды Г2. Так, Смитс. Подустал, реально. Обычно, знаешь, вот он вы... Каждый чемпионат, я смотрю в Г2, Смитс, вот он выглядит всегда так, как будто сейчас он упадет в обморок. Итак, что ж. Ну, хорошая половина для команды Найпи, опять же, плохая половина для команды Г2. Ну, вот, знаешь, есть моменты порадоваться. Вот то, что касается ставок наших аналитиков, да и, в принципе, наших, пока что угадывают все, кроме тебя. Ну, да, все, кроме меня, но мы не видели еще вторую половину. Да, и вот здесь, знаешь, хотелось бы добавить, что, ну, вот мы ждали действительно какой-то равной борьбы на карте оверпасс. Пока что в одну калитку шведы уносят команду Г2 и вот проснутся ли французы. Это, наверное, основной вопрос к Шаксу и его тиммейтам, но пока что, ну, забегать вперед не будем. Усы Гидрайта делают все возможное и, ну, с Митсу просто некуда деваться. Усы Гидрайта. Заполонили мир. Заполонили мир просто, друзья. Новая фотожаба, новые мемы. Но это все и лига, друзья. Перед и лигой можно и отрастить, как говорит, наверное, Гидрайт каждое утро. Тем не менее, вторая половина... Отрастить усы или запустить усы? Опускают бороду, а запускают червя, а усы отращивают. Друзья, пистолетный раунд, собственно говоря, мы сейчас его не можем уже спрогнозировать, потому что счет действительно, ну, наверное, морально разложил французов полностью. Ну, подожди, пистолетный раунд? Ну, да. Ну, то есть, они не готовы на все сто к пистолетке, потому что вряд ли получится что-то сделать. Ну, это было эффектно, и я не мог просто не насладиться. Действительно, максимально приятные ощущения, когда ты гравитационно падаешь вниз. Ну, очень круто. Друзья, продолжается эфир Елиги. Мы надеемся на камбэк от команды Г2. Ставка Сопова горит, причем полыхает со всех сторон. И сейчас скрим должен... Я просто хотел отличиться. Вы все ставите на ниб, как будто, да, это шведы, шведы затащат. Ну, заметь, все мы ставим... То есть, вот, как происходят ставки? Мы делаем их абсолютно, ну, скажем так, инкогнито. Никто не знает, кто на кого поставил. Особенно я не знаю. Ну, он знал, потому что я ставил при нем, но он уже свою ставку сделал. И мне об этом не говорил. Вот когда Петрик оглашал все ставки, ну, я действительно верил, что французы... Французы, ну, не будут команды, которые будут выбирать наши аналитики. Итак, сравнение, сравнение гидра и тест скрима на вашем экране, друзья. Усы против бороды, кстати. Да, усы против бороды. А заметь, это такое комбо. Одному добавить усы, второму бороду. Слушай, надо зафотожабить скрим усики. 12-3, друзья. 12-3 счет после первой половины. Вот она пистолетка, на которую морально французов может просто не хватить. И что будут сейчас делать ребята из Г2, реально для нас большая загадка. Ждем звуки. Подозреваю, что они попытаются сыграть, ну, быстрый раунд. И, возможно, даже с каким-то двойным маневром по карте. Просто здесь нужно действительно что-то особенное. То есть я веду к тому, что в таком раунде играть банально просто нельзя. Нужно какой-то туз из рукава доставать и цепляться за пистолетку. Опять же, только пистолетка, друзья, сейчас может помочь. Эх, Г2 вернуться в строй, скажем так. И, судя по выражению лица Смитса, он не совсем готов к этому. Где же звуки? Блин, ну почему настолько жестоки операторы Елиги? Почему постоянно усы гитрайты? То ли мы обращаем на них такое внимание, то ли они просто притягивают взгляд и от этих усов нельзя оторвать. Эй, люди, поднимите руки, если вы не слышите звуки. Кстати, все ведь хорошо начиналось. В первой половине на карте Оверпасс народ кричал и аплодировал стоя. Звуки, звуки на Старладдере. Ну, опять... Ну, теперь звука нету на Старладдере, потому что нам надо было комментировать больше. So sad. Вот я сегодня такой... Сопыч, давай. Я сегодня отсутствие звука понял в том, что нам нужно больше комментировать. Битбокс. Битбокс. Топ-топ-топ-топ-топ. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Топ-топ-топ-топ. А это пу-пу-пу. А это пу-пу, усики, 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 усики. Не похоже на гитрайта. Очень не похоже. Так, усатый швед разбирается с первым соперником, но дальше залетает от скрима и РПК. И вот в этой ситуации французы должны браться за этот раунд. Звук включите, пожалуйста! Пожалуйста! Сложно! Сопов, не гори! Почему горит Сопов? Вот кто-то задавался таким вопросом. А я вам скажу, у Игоря отняли огнетушитель. Было очень неприятно. Игорь плакал, Игорь паниковал. Тем не менее, подгорая от Сопов каждый раз. А на этот раз... Сосо... Сосо... Форест! Один против двоих. Ну, нет, раунд спасти Форесту не удается. И это, возможно, тот самый камбэк, о котором мы говорили. Подсобрались Г2, и звуки появились! Видишь, как здорово! Сопов, ты докричался! Я вежливо попросил включить нам звуки. Итак, повтор. Кстати, вот момент интересный был, да? Но не разобрались сразу с тем, что два спарыча. Кстати, что могу сказать? Что 6,5 тысяч зрителей могут действительно быть твоими свидетелями. Ты культурно и очень четко и лаконично попросил включить звук! Включить звук. Ничего больше. Ничего больше. Я бы еще мог попросить кофе и принести мне газетки почитать, но не стал этого делать. Итак, продолжается матч. И выход на длину на этот раз уже от команды Г2. Опять же, суперуверенно проходят они оборонительные первые позиции. Кстати, заметьте, вот точно так же уверенно шведы справлялись против экономических раундов команды Г2. Ну, надеемся на зеркалку, надеемся на действительно полноценный камбэк. И вообще вот хотелось бы... Вот в начале матча написал, что хочу увидеть неизикатку. И пока что, ну, мою просьбу, по крайней мере, французы не услышали. Но надеюсь, во второй половине все изменится. Годрайд Елига, вот пишет Пив, бывший тиммейт Гидрайда. Ныне запасной игрок команды НИП, если я не ошибаюсь. Ну, опять же, он может пока что только болеть за своих одноклубников. 12-5. 12-5. Г2 будут бороться. Кстати, вот по счету, опять же, мы видим здесь абсолютно зеркальную игру. В плане раундов против ЭКа, если уже, ну, пост пистолетки смотреть. Ой-ой-ой-ой-ой. То, что залетает на зигзаге. Вспомни просто счет, который был в Киеве. Там вообще было жестко. Ты видел, что сделал РПК? Он просто сквозь коктейль Молотова несся. И, знаешь, это, ну, может плохо закончиться для команды Г2. Ну, вот как-то надо сейчас 2 в 3 ситуацию спасать. Будде занимает оптимальную позицию для того, чтобы быть, ну, чтобы сыграть непредсказуемо. У него, в принципе, все может получиться. Приходит его тиммейт. И вот здесь самое главное не проповтыкать с банком. Если с банка зайдет игрок, защита будет плохо. НИПы, кстати, уже торопятся. Понимаю, что ситуация будет доигрываться прямо сейчас. И вот это тупики, друзья. В какой провал попадают французы. 13-5 и пистолетку в руках с юспами. По 250 и без арморов берут ребята из Найпи. Посмотрите, что вот в арсенале ничего просто не было. И все, что нужно было делать Г2, это спокойно сыграть АКонтакт. Кстати, герои этого раунда на ваших экранах. Это ГЗИС. Три минусовые исполнения французы. Казалось бы, раунд, который невозможно проиграть. Ну, почему-то сыграли как-то необъяснимо. Знаешь, РПК пересмотрелся в воду в Зевса. Он почему-то решил, что он не горит в огне. РПК просто зарегался ВКонтакте, подписался на него. Что это было? Реально, да. Зашел в огонь просто настолько глупо. При этом получил реально люлей очень таких мощных. Да он пока добежал до двери, он сгорел. Да, это полный какой-то провал был. Так, Макелеля, детская площадка. Ее миновали игроки команды Г2. Походу, снайпер шведской команды может сейчас оказаться в спине и просто всех по попе отштопать. Вот это заход. Это на миллион долларов. Их это на медле не пускает РПК. И Макелеля начинает раскрываться. Открывается по первому. Понимает, что там есть еще гуси. Забирает второго. Знает, что там третий. Третьего и четвертый по инфе успевает его забрать. Но один в четыре и для РПК это смертный приговор 14.5. Вот это жесть. Да, богоподобный поджим от Макелеля. И походу, это ГГшечка. 14.5, отсутствие экономики у Г2. Ну, знаешь, французы. Сопыч, ты-то не сгорел, а соточка повыхает. Это ж не моя соточка, мне ее подкинули. С ней ничего все равно не сделать, кроме как ее поставить. Я и поставил на тот случай, если вдруг Г2 вот соберутся и все-таки обыграют Ниповы здесь. Вот знаешь, Костян красавчик в этом моменте. Он поставил на победу шведов, да еще и выбрал тот, кто уменьшил раундов. Я точно тебе скажу. И Нипы кочтю не подвели. Я точно тебе скажу, что Г2 еще, у них еще будут шансы побороться за выход из группы. Ну, это понятно. Только вариант в том, будут это либо поляки, либо команда Нип снова. Либо Эхо Фокс, которые могут случайно удивить. Но, опять же, вот следующий матч нам уже откроют, опять же, ответы на все вопросы этой группы. Кстати, вот знаешь, после финала СВА Лиги Сезон 2 французы действительно как-то подздали. Ну, знаешь, вот их там действительно очень им морально тяжело было. И тот финал для них незабываемый именно тем, что когда они, я уверен, они это смотрели, когда они смотрели демки, они точно расстроились. Ведь все по таймингу и даже по прицелу сводилось там. Вот должны были быть фраги, должна была быть третья карта, и вот не хватило чуточку. Вот совсем чуть-чуть не хватило тогда. Но после этого, да, чуть-чуть подустали. Ну, опять же, вот, например, если брать Г2 и Нип, то Г2 играют куда больше чемпионатов, чем команда Нип. И подустали, я думаю, парни, опять же, плюс вот нестабильность, опять же, с пятым игроком. Так, подожди, тут еще не все до конца ясно. Форест погибает от рук Скрима, подарил девайс французу, точнее бельгийцу. А вот Майкель точно так же дарит шансы, дважды машется ВП, это выход на плен в исполнении Г2. Но, правда, усы пройти невозможно. Да, усы пройти невозможно. Операция усы Эли Сунда и Шокс остается один в три. Усы богоподобны. Ну, знаешь, вот здесь французам не хватило где-то вариативности, ведь вскрыли оборону Аппунта, точнее убрали там одного игрока. Соответственно, стяжка шведов была молниеносной в направлении база, и вот здесь французы должны были задуматься, а стоит ли продолжать действовать на, ну, в направлении этого же Аппунта. Реально согласен, можно было просто развернуться еще на сорока секундах. Флипсайд тактикс бы здесь точно отошли и сыграли бы в другой план. А по-хорошему тут было 2 в 5, и Эли Сун сделал раунд. По идее, да. По идее, все именно так и было. Даже несмотря на то, что Майкереля промазал 3 и 4 только заассистил, по идее... Ну, гидрайт 23 на 10, он реально сегодня просто сногсшибателен. И мы знаем почему. Мы это видели. У нас опять куда-то пропадает тагический звук. Ну и... Только не гори. Только не гори. Не горю. Игорь! Ну, что ж, в ночной тишине, при свете дня, звук опять появился. Камбэк. Ошибка от Майкеля. Ну, такое мы уже видели. Правда, забирали до этого товарища Фореста, но раунд Г-2 все же проиграли. Ну, тут раздобыли более полезный девайс. Ошибка от РПК. Погибает тот рук Адама Фрайберга. Ну, и уже в равных силах французы опять движутся в направлении Апланта, зная, что Адам Фрайберг поджал БПН. Ну, знаешь, вот по подходу можно сказать, что французы реально морально не настолько плоднокровны, как шведы. Шведы каждый матч могут отыгрывать вот именно в таком формате, а все остальные непонятно. Вот неясно, видел ли Смит сейчас отход Гидрайта с подсадки. Опасный момент. Гидрайт первый, второй, зажимает третьего, попадает по голове. Опять усы Гидрайта, минус четыре в последнем правде. Просто богоподобные усы. Забирают последний раунд на карте Оверпасс. Изи катка для НИП. Действительно, ничего не смогли поделать французы вот с такой красой, которую на своем лице носит Гидрайт. Ну, про Форест Борду молчим. Повтор от Гидрайта последнего раунда, друзья. Замечательный прием на последних, не знаю, парах этой карты. Ну, у них все хорошо, поздравляем их. Они проходят на финал верхней сетки. Будут играть с командой Virtus.pro за выход из группы с первого места. Опять же, этот матч стартует, вот если верить Хэлт и Воргу, в три часа по центральноевропейскому времени.